Ни одна сотня километров асфальтового полотна намоталась сегодня на колеса автомобиля. Долгие часы однообразной дороги, казалось, превратились в нескончаемый поток бегущих по циферблату часов цифр. Десять часов, двенадцать, три. Но все это было несущественным и малозначительным перед ожиданием долгожданной встречи с местами, которые пару лет назад открыли мне сказочную страну Беловодье, где размеренно и спокойно молочные реки с кисельными берегами текут. Совсем скоро взору открылись знакомые места. Именно здесь, в этом месте, где река Бухтарма, бегущая с высоких гор, встречает путника свежестью и прохладой, ощущаешь необъяснимый и мощнейший прилив сил, словно сама река делится с тобой энергией, заряжает твои внутренние аккумуляторы и наполняет жизнью. А дальше приглашает окунуться в сказку, выступая в роли экскурсовода и проводника, в сопровождении которого мы отправляемся в Усть-Язовую, где нас давно уже ждут. Минул ровно год с нашей последней встречи. Теплое расставание превратилось в долгое ожидание, которое месяцами не давало покоя. Хотелось поскорее вернуться сюда вновь, обнять уже ставших родными радушных и гостеприимных хозяев старенького домика в Усть-Язовой. Почти ничего не поменялось за прошедший год. Все тот же насыщенный и вкусный воздух, все тот же туман по утрам, растелающийся над Бухтармой рекой. Лишь покосившаяся банька доживает свой последний год, да немного захворал старенький уазик, с годами требующий к себе все большего внимания. Старость – это закономерный процесс, на который может повлиять лишь малая часть из нас. Проснувшись рано утром, первым делом беру в руки камеру. Хочется успеть встретить рассвет и запечатлеть, как неспешно просыпается Усть-Язовая. Где-то вдали слышен звон колокольчиков. Это с острова на утреннюю дойку возвращаются коровы. Медленно просыпаются крылатые сборщики сладкого нектара. Уже совсем скоро утренняя тишина сменится нескончаемым жужжанием трудолюбивых пчел. Один за другим, словно копья бросая теплые лучи, из-за горы выглянуло солнце. Вмиг преобразилось все вокруг. Сочными красками засияла поленница с дровами. Насыщенней и ярче стали деревья, река и горы. Ни следа усталости и утомления не осталось от вчерашней дороги, которая казалась бесконечной. Будто из ниоткуда появилось желание подставить лицо теплым солнечным лучам, улыбнуться ему в ответ и поблагодарить за это чудесное утро, по-своему неповторимое и прекрасное. Дождавшись пробуждения моих друзей-путешественников и плотно позавтраков, отправляемся на правый берег реки Язовая, которую на некоторых картах почему-то называют Черемошкой. Хотя картежник с меня тот еще. Эту часть села жизнь давно уж покинула. Осталась пара другая домов, остальные перевезли или пустили на материал. По размеру ровные поляны, где стояли дома, можно судить о размахе жизни здесь в былые годы. Поселок был большим и густонаселенным. Сохранившиеся домишки напоминают музейные экспонаты и переносят на много лет назад. Аккуратно выложенные стены из сруба заметно потрепаны временем и выгорели на солнце. Вместе с тем чувствуется в этих домиках умелая рука мастера, знающего свое дело. Даже спустя годы любо-дорого смотреть на эти чудесные домишки. Веет от них какой-то стариной и духом былых времен, когда жили совсем иной жизнью, двигаясь в направлении, спускаемом сверху. Заглянем в один из домиков. Если не обращать внимание на беспорядок, внутри все довольно неплохо сохранилось. Выбеленные стены, окрашенные дверные и оконные проемы. В углу печь, которая и дом обогревала, и пищу, на которой готовили. Сохранились даже выключатели освещения с электропроводкой. На стене осталась старая фотография. На полу старинные часы, время на которых с последним ходом стрелок остановилось еще много лет назад. Особого внимания заслуживает ставни на окнах. И сами окна, глядя в которые, будто попадаешь в нарисованную сказку с молочными реками и высокими горами. Хотя для тех, кто живет здесь и каждый день созерцает всю эту красоту, сложно бывает разглядеть необычное в обычных, на первый взгляд, вещах. Каждодневные быт и заботы отнимают много времени и сил. Почти сразу за домиком небольшая березовая рощица, пройдя которую можно попасть на берег одного из трех озер. По старой памяти довольно легко нахожу одно из них. Еще в первый раз попав сюда, меня поразил и заворожил насыщенный и какой-то неестественный цвет воды, в которой будто на холсте у художника отражаются горы и деревья. Вообще озер здесь три, но отыскать их в высокой траве, не зная примерного месторасположения, довольно непросто. Надежно сокрыты они от посторонних глаз. Повезло обитателям этих трех водоемов. По счастливой случайности удается выйти к еще одному из трех озер. Спрятанное в высокой траве, оно открывает для взора лишь малую свою часть. Остальная часть берега плотно заросла кустарником. Пора возвращаться назад. Утреннюю прохладу постепенно сменил полуденный зной. Спасает лишь тень от раскидистой кроны деревьев. Не спеша двигаемся в обратном направлении, время от времени останавливаясь, чтобы полюбоваться новыми, еще не попавшими в поле зрения, видами. На полянке рядом с домиком натыкаемся на целый отряд грибов-дождевиков, которых набираем полный пакет. Аж ручки трещат. Вообще, год этот на грибы выдался урожайным. Белый гриб, грузди, маслята, опята. Такого изобилия природного источника белковой пищи давно уж не было. Обратный путь стараемся по возможности пройти по другому маршруту. Где-то вдоль берега бухтармы реки, где-то обходя домики с другой стороны, в надежде увидеть что-нибудь новое. В тени дощатого строения, чем-то напоминающего некое подобие навеса, прячутся от солнечного зноя лоснящиеся лошадки. Места под навесом всем не хватает, поэтому время от времени одни лошадки уступают место другим, поднимая копытами пыль сестоптанной вокруг земли. Близко к себе не подпускают, особенно пугливы, молодые же ребята, которые, завидев крадущегося к ним человека, тут же прячутся за своих мам. Всегда приятно после активной прогулки возвращаться обратно. Новые и яркие впечатления от увиденного волей-неволей поднимают настроение и заряжают им всех окружающих. «Спешить нам некуда, сегодня проведем остаток дня в кругу радушных и гостеприимных хозяев старенького домика в Усть-Изовой, дяди Коли и его семьи». После томительного ожидания долгожданной встречи найдутся темы и время для разговоров. Хотя и здесь, несмотря на свободу атаков душных городов, дел и забот хватает всегда, с тем лишь отличием, что заботы и хлопоты эти приятны и полезны, поскольку они – основа независимости человека от крепких объятий все разрастающейся машины по перемалыванию человеческих жизней. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА